Уважаемые коллеги, добрый день. Мы собрались сегодня в Петербурге, культурная программа которого в эти дни по-особому насыщена. Здесь проходят международный культурный форум. Вчера и вечером состоится церемония закрытия года кино. Многие наши коллеги, присутствующие здесь, участвуют в этих мероприятиях. И я хочу всем вам, всем участникам пожелать плодотворной работы. Сегодня у нас здесь, в этом замечательном, таком красивом зале, совместное заседание Совета по культуре и Совета по русскому языку. Такой формат не случайен. Речь в том числе пойдёт об укреплении единого культурного пространства страны, о его основах, русском языке и классической отечественной литературе, которые всегда определяли общие духовные и нравственные ориентиры народов Российской Федерации. Помогали сохранять наш культурный код и передавать его новым и новым поколениям. Кроме того, многогранность нашего родного языка, гуманистические ценности, лучших образцов российской словесности дают возможность глубже осознавать всё богатство отечественной культуры в целом, её историческую значимость для страны, да и для всего мира. И, конечно, свою сопричастность к судьбе России. В последние годы для укрепления статуса русского языка и литературы многое сделано. Благодаря реализации системных мер в школах и вузах, активной поддержке чтения, экранизации классики и познавательных медиапроектов, всё больше людей отдают предпочтение содержательному, и, если это так будет позволено по-русски сказать, умному досугу. Достаточно сказать, что число посетителей музеев у нас достигло почти 120 миллионов человек в год. Я вообще не знаю, в какой-то другой стране мира, но сопоставимой по населению, есть ли такие показатели, очень сомневаюсь. Растёт популярность театров, которые ежегодно собирают порядка 39 миллионов человек, и театральных фестивалей, посвящённых нашим великим писателям Чехову, Толстому, Достоевскому, ну и более современной плеяди наших писателей, таким как Шукшин. Не пропустить премьеру, регулярно ходить на выставки и концерты классической музыки становится для наших граждан не просто правилом хорошего тона, а насущной потребностью. И очень важно сохранить в обществе этот позитивный настрой. Мы, безусловно, продолжим активно поддерживать крупные социально значимые проекты в области культуры, наши ведущие творческие коллективы и профильные образовательные учреждения. Вместе с тем, для того, чтобы вовлечь в мир высокого, содержательного искусства, более широкую аудиторию, особенно молодых людей и молодёжь, одной государственной поддержки, конечно, недостаточно. Я вчера, если вы смогли посмотреть, говорил об этом и в послании. Нам необходимы новые, оригинальные форматы прочтения классики и в кино, и в театре, и на телевидении, и в социальных сетях. И это уже задача для мастеров культуры – суметь создать современные произведения, сохранив ценностное содержание и содержание оригинала, его морально-нравственный посыл, богатство и образность нашего языка. Свою позицию о вмешательстве в творческую деятельность, если вы обратили внимание, вчера я высказал в рамках послания и повторю, что принцип свобода творчества считаю абсолютно незыблемым. Однако у всех свобод всегда есть вторая сторона – ответственность. Это мы тоже с вами хорошо знаем. Это, собственно говоря, во всех определениях свободы, всеми признанными в мире философами так и излагается. И у художника, у властителя Дум, так сказать, мера этой ответственности особенно высока. С одной стороны, любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона. Мы так и будем делать. И в то же время в самой творческой среде, я хочу подчеркнуть именно эту сторону дела, именно в самой творческой среде должна быть определена грань между циничным, оскорбительным ипотажем и творческой акцией. Сегодня здесь собрались уважаемые в обществе и в профессиональной среде деятели культуры. И надеюсь, что вы сможете высказать и своё мнение по этим вопросам. Не сомневаюсь, что, опираясь на принятые нами основы государственной культурной политики, мы сможем подготовить и реализовать программы, способные дать серьёзный импульс развитию проектов в сфере сохранения культурного наследия и русского языка в академическом, народном и современном искусстве.